Украинские бизнесмены, которые занимаются обработкой древесины на грани банкротства. Совсем недавно, благодаря мораторию на экспорт леса кругляка, они получили достаточно сырья для работы. Но теперь древесины практически нет. Почему, выясняли наши корреспонденты. Прикарпатец Александр Гаврилюк лесопереработкой занимается уже почти 20 лет. На его предприятии в городке Надворное работают всего 8 человек. Продукцию здесь изготавливают в основном для внутреннего рынка. Это уже вагонка. Вагонка. У нас идет буква. Там дали також педлогу, водошка. Строго намалевана продукция, аж там дали уже на навесы. Для полноценной работы этому предприятию нужно ежемесячно около 100 кубов древесины. Александр рассказывает, благодаря мораторию на экспорт леса кругляка проблем с сырьем пока нет. Но они могут возникнуть из-за новой системы приобретения сырья через электронные торги. У нас прошли торги по хвойных породах. Все 100% предприятий не взяли нужную количество деревьев. Забрали всю деревьев, основную массу, забрала одна единственная фирма, которая находится где-то, неизвестно где. Новшества в Украине внедрили в этом году, заменив открытые аукционы. На электронные торги перешли сразу все лесхозы. Теперь купить древесину можно только с помощью компьютера и интернета. Правда, задача эта не из легких. Что в такой ситуации делать предпринимателям из горных районов? Ведь там не то, что интернет, даже компьютеры редкость. Сложной оказалась и процедура закупок. На торги выставляются сразу все лоты и на покупку дают несколько минут. Предприниматели жалуются, этого времени не хватает даже, чтобы нажать нужную клавишу. Почти всю древесину скупает одна или две фирмы. Только в Ивано-Франковске после последних электронных торгов закрылись сразу три десятка предприятий. Они не смогли закупить сырье. А в Украине эта цифра достигла нескольких сотен. Разработчики программы никаких дефектов в ней не видят. Электронные торги, такая программа пока единственная, так получилось. Есть предприниматели, которые садятся и торгуются за каждый лот, отслеживают 20 компьютерами. Так ли это сейчас разбирается киберполиция? На сегодняшний день занимается, працюет у нас областная прокуратура. Если киберполитика даст заключение про то, что на сервере кто-то вмешивался, то эти электронные требуются вважаться недействиями. А тем временем предприниматели уже подали около 20 исков о признании результатов торгов недействительными.